В нижнем углу рядом с кнопкой «Говорить» есть два ползунка. Один отвечает за микрофон для спикера, второй верхний отвечает за громкость звука на вашем личном компьютере. Поэтому, если у кого-то звук не очень хороший, воспользуйтесь пожалуйста вот этим вот лягунком, который находится слева. Давайте подправим немножко камеру. Окей, итак, сегодня у нас традиционная встреча, которая проходит каждый день два раза в день, сейчас секундочку я отключу, сказать, чтобы он нам не мешал во время проведения встречи. Вот, и цель нашей сегодняшней встречи, которая называется «Возможность в онлайн-бизнесе», заключается в том, чтобы каждый из слушателей получил ответ на пять вопросов, которые вы видите на экране. Потому что пока человек не ответит на эти пять вопросов, по большому счету нет смысла что-то делать. Итак, значит, друзья мои, давайте построим нашу встречу таким образом, что если у кого-то из вас есть вопросы, мы поработаем с ними в конце встречи, после того, как основная часть закончится. Поэтому сейчас я отключаю чат, дабы не отвлекаться на вопросы. Окей, поехали. Значит, пару слов о себе. Я предприниматель с почти двадцатилетним стажем, даже более того, наверное, чуть-чуть побольше, потому что предпринимательский деятельностью я начал заниматься в первой половине девяностых годов. Также, как и многих, меня к этому вынудила неблагоприятная экономическая ситуация, но все-таки я, так же, как и все, шел по стандартному жизненному пути. То есть детский сад, школа, институт. Потом я устроился на работу, я никогда не забуду вот это ощущение, что я, наконец-таки, работаю. Эта эйфория очень быстро прошла, потому что та картинка, которая мне рисовалась, что как у меня все будет хорошо, когда я, наконец-то, устроюсь на работу и буду, как все, она разочаровала меня достаточно быстро. Сначала я попытался решить ситуацию смены работы. И так же, как и многие люди, в общем-то, поменяв одну работу, вторую, третью, вы знаете, когда устраиваемся на работу, да, у нас все хорошо, нам рисуют красивую картинку. Но в большинстве случаев не проходит даже года, чтобы мы поняли, то, что нам обещали при другом устройстве, достижимо в очень отдаленной перспективе, а в некоторых случаях, я бы сказал, даже в большей части случаев, недостижимо вообще. Потому что все мы с вами прекрасно помним поговорку. У генералов есть свои дети. В точно такую же ситуацию в свое время попал и я. Та должность, на которую я устроился, достаточно хлебная по общим понятиям, я сейчас, конечно, понимаю, что это достаточно низкий был уровень. А на тот момент мне казалось, что лучше жевать нечего. Но не прошло и года, как я был вымужден уволиться с этой работы, потому что у замдиректора организации появился безработный родственник, которого нужно было куда-то пристроить. В два счета была создана ситуация, когда я запустил какую-то ошибку. Здесь действует принцип, что зачастую законы создаются не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы их нельзя было не нарушить. Я думаю, что многие из вас в такую ситуацию попадают. Да, сплошь и рядом, в общем-то. А вот в такую же ситуацию попал я и меня в два счета уволили. Я, конечно, писал по собственному желанию, так же, как и все нам предлагают. Но я благодаря этой ситуации, я очень быстро пришел к выводу, что любая работа конечна по определению. И что любая работа, независимо от того, сколько мы на ней отработали год, три, пять, десять или даже двадцать лет, приводит в конечном счете к тому, что как только нас уволили, мы перестаем иметь всякое отношение к результатам нашего труда, независимо от того, сколько лет жизни мы потратили на эту работу. И вы знаете, вот эта ситуация заставила меня задуматься о том, что какой смысл тратить свою жизнь на то, что через несколько лет все равно в один прекрасный момент уйдет в песок. И я пришел к логичному для многих решению, что работа на дядю не то чтобы богатого, даже финансово независимо нам не стать никогда по определению. То в этой ситуации лучший выбор это работать на себя. Я начал работать на себя, также поменял несколько видов деятельности, несколько профессий. И в отличие опять же от многих предпринимателей, достаточно быстро я пришел к выводу, что работа на себя тоже не дает финансово независимо. Потому что в подавляющем большинстве случаев складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны мы создаем какой-то бизнес, и вроде как мы сами распоряжаемся своим временем, своей профессией, мы сами определяем где работать, с кем работать и сколько зарабатывать. Мы сами планируем свою жизнь, когда работать и когда отдыхать. А с другой стороны каким-то странным образом получается, что мы не можем оторваться от нашего бизнеса. С любой работы мы можем уволиться и спокойно уехать отдыхать, ну пусть даже и без денег, потому что пока мы отдыхаем, от наверно работы никто не платит. А из своего бизнеса мы не можем отключиться даже на две недели, потому что нужно постоянно контролировать. И я очень быстро пришел к выводу, что в большинстве случаев не люди имеют бизнес, а бизнес имеет их. То есть по сути в подавляющем большинстве случаев любая предпринимательская деятельность это та же самая работа, но которую нам не спустили сверху, а которую мы вынуждены придумывать себе сами. С одной стороны, это наше право, наш выбор, и я знаю очень мало предпринимателей, которые бы сознательно вернулись именно с предпринимательской деятельности обратно на наемную работу, потому что все-таки свобода выбора это то, что люди ценят, наверное, превыше всего в своей жизни, во всяком случае очень многие люди. С другой стороны, очень часто складывается такая ситуация, что мы не можем оставить наш бизнес до тех пор, пока он в силу внешних экономических факторов не рухнет и не похоронит под своими обломками все наши инвестиции. Тогда мы можем встать, отвлекнуться и посмотреть, чем бы еще можно заняться на этом рынке. Вот примерно в такую же ситуацию попал и я, когда несколько раз получалось так, что вроде бы ты начал что-то делать, вроде бы ты уже вот понимаешь, как сделать в этих шахматах следующий шаг так, чтобы наконец выиграть, а тут раз, вы знаете, нет, сейчас по-другому, есть такая поговорка чудесная, как только ты собрал у себя на руках все четыре козырны в туза, следующим ходом извиняется, что жизнь уже играет не в карты, а в шахматы. И вот в эту ситуацию я попадал несколько раз, вот как только казалось бы, я только отбил инвестиции, раз поменяли законодательство, оказывается нельзя вести торговлю на улице, нужно ввести ее в киосках ларька. Как только отбили вложения по ларькам, выяснилось, что это тоже нельзя, оказывается теперь нужно строить большие павильоны. Как только получилось построить большой павильон, выясняется, что это бизнес уже нередабельный, потому что бороться с большими сетями, с крупными ритейлерами типа Мария Ра, Магнит, Ашатный Хобидей практически бесполезно. И вот после нескольких таких экспериментов судьба покинула шанс, о котором я скажу чуть-чуть попозже. Но на сегодняшний день вид моей деятельности информационной услуги нет инвестиций, нет вложений, нет финансовых рисков. И я вам хочу сказать, что уже много лет я понял одну простую вещь, что оказание услуг это самый ретабельный вид деятельности. Здесь нет инвестиций в товар, в торговое оборудование, и зачастую нет инвестиций даже в аренду офиса. Единственное, во что приходится вкладывать, это приходится вкладывать в себя, в свое образование, в свое мышление, в свой интеллект. Но я вам хочу сказать, что эта инвестиция гарантированно окупится рано или поздно с вероятностью 200%. На сегодняшний день я знаю одну вещь, что позанимавшись несколькими видами бизнеса, это и торговля, и производство, и оказание услуг, я понял одну вещь, что ключевая проблема любого бизнеса это формирование клиентской базы, это количество конечных покупателей, потому что можно инвестировать большие деньги. Я думаю, что вы не раз сталкивались в интернете с предложениями куда-то инвестировать, что-то создать. Буквально недавно один из моих знакомых предложил мне проинвестировать в какой-то супер доходный проект. У меня сразу возникает первый вопрос. Скажи, пожалуйста, а при создании своего бизнеса ты подумал, где твоя клиентская база? Не целевая аудитория, а именно клиентская база. Насколько легко будет сформировать клиентскую базу для твоего бизнеса? Или это будет достаточно сложная задача? Ведь не секрет, что в подавляющем большинстве случаев люди предпочитают мыслить позитивно. Да, это правильно, но нужно учитывать и негативный сценарий развития бизнеса. Еще вот буквально вчера я зашел в торговый центр Мега и обнаружил, что один из самых известных в России супермаркетов центра обувь закрылся. И на его месте вывеска о том, что там откроется какой-то новый магазин с каким-то новым неизвестным именем. Друзья, вот почему? Наверняка вы тоже попадали в такую ситуацию, когда вы заходите в торговый центр и видите, сегодня там один магазин, завтра там вывеска, что скоро открывается другой магазин, и он скоро открывается, но не прошло и года, как он закрылся, на его месте планируется открыть третий магазин или просто висит табличка «Сдам в аренду», сдается торговое место в аренду. Скажите, пожалуйста, а почему они все уходят? Почему они все закрываются? Ведь столько денег было вложено, так красиво все было оформлено, с такой любовью были созданы витрины, расставлено торговое оборудование, очень много денег было вложено в товары, очень много времени было потрачено на заключение договоров, чтобы этот бизнес имел под собой обеспечение. А почему они не пройдя годы закрываются? Не прошло и года они закрываются. Почему так складывают? Да по одной простой причине, потому что очень часто предприниматель продумал все, кроме самого главного ключевого вопроса своего бизнеса. А кто это будет покупать? А кто будет моим постоянным покупателем? И если не уделить внимание вот именно этому важному бизнесу, важному вопросу, то неудивительно, что в 90% случаев бизнес разваливается не успех начаться. И даже такая статистика, что подавляющее большинство бизнесов порядка 80% не доживают до своего трехлетнего юбилея. А из тех 20%, которые остались, еще 80% не доживают до 5 лет. Поэтому прежде чем приступать к созданию своего бизнеса, нужно продумать о том, кто будет потенциальным покупателем. Ну и такой важный момент, как смысл. Один из самых важных, я бы даже сказал, самый важный вопрос, на который нужно получить ответ, прежде чем что-то начинать, это смысл бизнеса. По моему глубокому убеждению, смысл любого бизнеса – это время и деньги. Смотрите, мы живем по стандартной схеме, я уже говорил о ней. Дедки сад, школа, институт, потом 40 лет работы, потом пенсия. В течение всего этого времени, а именно в течение 40 лет трудового стажа, люди постоянно решают проблему время и деньги. Сейчас, секундочку, я включу камеру, чтобы увидеть себя. Смотрите, мы устроились на работу, у нас есть какие какие-то деньги, но у нас нет времени, потому что мы продаем свое время работодателю. Мы уволились с работы, у нас есть какое-то время, но у нас нет денег. Мы устроились на работу, у нас есть деньги, но нет времени. Мы уволились с работы, у нас есть время, но нет денег. Понимаете, мы вот все время выбираем на этих писах или время, или деньги, или время, или деньги, забывая о том, что сами по себе деньги особой ценности не имеют, если нам некуда их потратить, с этим люди сталкиваются во время, например, военных действий, да, денег много, помните, во время революции была даже песня такая, про миллион, разменяйте 10 миллионов, с другой стороны, когда есть время, хочется его потратить с пользой, но нам на это не хватает денег, и смысл любого бизнеса именно в этом, чтобы у нас были и время, и деньги, в свое время, не помню сейчас, кто из знакомых, сказал мне такую фразу, если ты хочешь быть финансово независимым, то запомни одну простую вещь, ни работа на дядю, ни работа на себя, никого еще не сделала финансово независимым человеком. Единственный способ стать финансово независимым, это создать свой актив, который будет приносить деньги независимо от того, чем ты занимаешься. Вот это вот очень важный момент. При организации своего бизнеса очень важно продумать, а есть ли хотя бы теоретическая возможность сделать так, чтобы не бизнес имел тебя, а все-таки ты его. Есть ли хотя бы теоретическая возможность построить свою жизнь так, чтобы ваш доход не отнимал у вас время в вашей жизни? Как говорится, хочешь всю жизнь работать, иди и работать, на дядю или на себя, не важно. Но, если ты хочешь стать по-настоящему финансово независимым, если ты не хочешь всю жизнь работать с утра до вечера, создай бизнес, пусть он работает. И вот это вот тоже достаточно важный, ключевой вопрос. Есть ли возможность в той профессии, которую вы выбрали, стать финансово независимым? Смотрите, какая интересная вещь происходит. Если спросить людей, хочешь ли ты быть финансово независимым человеком, в подавляющем большинстве случаев люди говорят, да, хочу, конечно. Но когда начинаешь, спрашивают, хорошо, скажи, пожалуйста, а в чем она заключается, финансово независимость? Что это такое? С чем ее идти? Как определить, что вот еще вчера ты был финансово зависимым, а сегодня ты уже свободен? И вот этот вопрос большинство людей ставит в тупик. Они не знают критерий. Удивительно, но они не знают критерий. Это, вы знаете, как в сказке получается, пойди туда не знаю куда, и найди там то не знаю что. Но вот подумайте сами, как человек может стать финансово независимым, если он не знает критерии в этой самой финансовой независимости? Поэтому прежде чем отправляться в плавание, в долгое плавание или в какое-то похоже, нужно точно знать конечную цель своего путешествия. И у меня конечная цель моего путешествия была именно финансово независимым. Так, у нас презентация съехала, что ли? Да нет, вроде все нормально. На сегодняшний день, вот есть такая чудесная книжка бизнеса 21 века, на сегодняшний день я руководствуюсь следующей мыслью. Стыдно быть бедным, когда есть интернет. Потому что, если раньше у нас не было выбора, в советские времена вообще не было никакого другого выбора, кроме как просто устроиться на работу. В середине 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х этого интернет еще развивался и не было четко отработанных методик, каким образом можно зарабатывать в интернете. Но на сегодняшний день есть возможность зарабатывать в интернете, нужно просто этой профессии научиться. И я в свое время столкнулся с книжками Киосаки, одну из которых вы видите на экране, который как раз вот эту теорию на самом деле развивает. Что любая работа, конечно, по определению и только создание сети своих активов позволяет стать человеку финансово независимым. В начале 2000-х годов я прочитал книжку Билла Бейтса. Называлась она «Бизнес со скоростью мысли». Вы ее можете сейчас найти в интернете. И там была озвучена такая мысль, что в будущем будет лишь два вида бизнеса – онлайн-бизнес и мертвый бизнес. И на сегодняшний день статистика развития интернет-торговли это подтверждает. Причем смотрите, что эта мысль была озвучена еще в начале 2000-х годов. А статистика 2012-го, 2013-го и 2014-го года сейчас очень ярко эту мысль подтверждает. Каждый год объем интернет-торговли растет в среднем на 30%. Из этого можно сделать вывод, что каждый год объем торговли офф-пай в обычной жизни снижается на те же самые 30%. При условии роста ВВП, при условии роста объема торговли по определению, вы все прекрасно знаете, что у нас сейчас кризис. Все, наверное, про это слышали. Но я вам хочу сказать, что по статистике, смотрите, буквально вчера я в наш командный чат «Монг-жи-онлайн» выкладывал интересную статистику, что средний спад объемов продаж рынка автомобилей в России от 40% до 50%. Некоторые автопроизводители потеряли 70%, 75%, 80% и даже 90% своих объемов продаж. Представляете, ребята, 90% объема продаж. Поэтому неудивительно, что некоторые игроки с этого рынка просто уходят. Несмотря на то, что General Motors за последние несколько лет, почти, по-моему, 10 лет, они проинвестировали в автоиндустрию в России 600 миллионов долларов, несмотря на это они предпочитают заморозить этот рынок и вообще уйти с него. Потому что проще потерять 600 миллионов долларов, чем пытаться оживить рынок, который упал на 80-90%. Но с другой стороны, ведь интернет-торговля развивается, а смотрите, какая вещь получается. Вот по официальным данным, ВВП страны нашей, по прогнозам, упадет в 2015 году где-то примерно на 2,5-3%. То есть, смотрите, общий объем торговли упал всего на 3%, а объем продаж автомобиля упал на 50%. Но ведь так не бывает, чтобы все падало сильно, а общий объем упал всего на 3%. Значит, где-то растет. Значит, у кого-то дела идут лучше, чем у продавцов автомобилей. А я скажу, у кого дела идут лучше в интернет-магазине. Потому что многие из вас наверняка уже пользовались интернет-магазинами и все прекрасно знают, что в интернет-магазине всегда будет дешевле. Потому что интернет-магазин не снимает дорогих торговых площадей в центрах городов. Интернет-магазин не тратит большие средства на зарплату сотрудникам и торгового оборудования. Они имеют большой склан на оптимальной по стоимости территории и занимаются доставкой своих продуктов до конечного покупателя. То есть, на сегодняшний день любой производитель прекрасно понимает, что вот эта вот цепочка, по которой двигался товар в прошлом тысячелетии, когда производитель работал с официальными дилерами в странах, потом те работали с официальными представителями в регионах, региональные представители работали со своими дистрибьюторами в городах, а в городах уже дистрибьюторы работали с магазинами в этих городах, и только после этого товар попадал конечному покупателю. То есть, на сегодняшний день любой производитель знает, что самый оптимальный способ быть более конкурентным, более конкурентоспособным по сравнению со своими конкурентами, это сократить издержки, и за счет этого снизить цену для конечного потребителя. Только так можно выиграть. И самый простой способ максимально сократить издержки, это перейти на систему прямых покупок. То есть, когда каждый потребитель заходит на сайт производителя, покупает там для себя с доставкой на дом. Более того, производителю во многих случаях выгодно даже сделать бесплатную доставку, потому что это удобно для конечного потребителя. Ведь не секрет, что сегодня ритм жизни такой, что конечные потребители очень часто просто не имеют времени, элементарного времени сходить в магазин и купить то, что им нужно. Я не говорю о продуктах питания, я говорю о каких-то более редких покупках. Поэтому, друзья, на сегодняшний день интернет-торговля обрела вторую жизнь, потому что появилась возможность организовать систему доставки и связать потребителя напрямую с производителем. Поэтому эта индустрия растет в среднем на 30% в год. Каковы же факторы, которые напрямую влияют на реальность этого бизнеса? Ну, во-первых, это надежность компании-партнеров, потому что, ну, само собой, я уже говорил о статистике, что 80% всех новых проектов не доживают до своего трехлетнего юбилея. Из оставшихся 80% не доживают до пятилетнего юбилея. И только тот небольшой процент компаний, которые пережили свой пятилетний юбилей, которые доказали временем, что с ними можно иметь дело, вот только с этими компаниями можно заключать договор о сотрудничестве. Потому что было бы, ну, скажем так, было бы достаточно неперспективно потратить пуск лигодит жизни, а потом обнаружить, что партнер исчез. И я знаю очень много случаев, когда люди сталкивались именно с этой ситуацией. Далее, комфортность продукта. Для того, чтобы наш бизнес в интернете был, ну, скажем так, обречен на успех, товар, который лежит, товар или услуга, который лежит в основе нашего бизнеса, должен отвечать требованиям пяти пунктов. Он должен быть комфортным для нашего бизнеса. Качество, ну, прочитайте на экране, да, качество масс-маркета выше, цена сиренировочная или со скидочкой чуть ниже, чтобы быть более интересным для конечного покупателя. Спрос должен быть сформирован в голове у людей. Вы знаете, вот самый яркий пример – это рынок страхования. Рынок страхования. До тех пор, пока не ввели ОСАГО, обязательную систему страхования гражданской ответственности, никто об этом не задумывался, никто не покупал этот продукт. Но как только ввели, сразу появился спрос. Но на сегодняшний день нет обязательности страхования жизни. Поэтому я задаю вопрос, а у кого из вас есть страховка жизни, которую вы добровольно пошли и оформили за себя? Да, практически ни у кого нет. Вот это вот очень важный момент, что спрос в нашем бизнесе должен быть уже сформирован у покупателя в голове. Потому что если мы выводим на рынок какой-то новый продукт, мы вынуждены будем формировать у потенциального покупателя потребность в этом продукте. А это очень дорого для… Ну как сказать, это, конечно, приятно для самосознания, да, изменять привычки людей. Но это очень затратно по времени и дорого для кошелька. Для нашего с вами кошелька. Далее, бренд и ассортимент. Желательно, чтобы они охватывали все социальные, половые и возрастные группы населения. Чем большему количеству людей мы можем сделать предложение по нашей товарной группе, тем успешнее будет наш бизнес. И период спроса. Вот этому параметру очень многие не придают значения. А на самом деле это достаточно важная вещь. Что такое период спроса? Это тот промежуток времени, который проходит с момента первой покупки до момента последующей покупки того же самого продукта, того же самого товара или той же самой услуги. И чем длиннее этот период, тем нестабильнее наш бизнес. Представьте, что ваш бизнес основан на продаже холодильника. Как часто к вам будут приходить клиенты повторно? Я думаю, что примерно в среднем раз в 10 лет. Если ваш бизнес основан на страховках, пусть это даже осаго, как часто к вам будет приходить повторный клиент. Минимум раз в год. А вот если ваш товар кончается каждую неделю, то это уже гораздо интереснее. Итак, почему же из всех бизнес-партнеров я в свое время выбрал Арифлэн? И более того, до сегодняшнего дня я периодически провожу анализ рынка и пытаюсь посмотреть, абстрагироваться от ситуации и посмотреть на тех игроков, которые есть на рынке сетевых услуг с точки зрения создания своего бизнеса в партнерстве с ними. Вы знаете, до сегодняшнего дня альтернативы компании Арифлэн я не нашел по одной простой причине. Потому что если мы начинаем анализировать потенциального бизнес-партнера с точки зрения вот тех пяти пунктов, которые были на предыдущем слайде, выясняется, что какой-нибудь один параметр, а то и не один, начинает хромать. Вот вы все знаете очень много сетевых компаний. При всем моем уважении ко многим из них, которые являются честными компаниями, я начинаю анализировать и замечаю, что качество, как правило, на уровне, но вот либо цена хромает, либо спрос неочевидный, никому не нужен, либо спрос неочевидный, либо цена неадекватная, либо ассортимент очень маленький, либо период спроса очень большой. А выпадение любого из этих параметров критическим образом сказывается на результатах вашего бизнеса. То есть если у вашего, у продукта, лежащего в основе вашего бизнеса будет неадекватная цена, рано или поздно бизнес развалится. Если не будет качества, рано или поздно бизнес развалится. Если не будет естественного спроса, вы будете ходить уговаривать людей, а они будут говорить, я подумаю, я подумаю, я подумаю, и ваш бизнес рано или поздно развалится, он будет требовать постоянной подкрутки, постоянной подпитки. Бренд и ассортимент. Если всего два наименования, ваш бизнес вообще не будет развиваться. Если у вас период спроса большой, значит вы будете вынуждены постоянно формировать новую покупательскую базу, а старое созданное не будет давать результата. И очень важный момент, как система доставки. Вот это очень важный момент. Если нет отработанной системы доставки, если система доставки будет лежать на вас, то вы из бизнесмена превратитесь в продавца. Очень важный момент, друзья, очень. Если система доставки лежит на вас, то вы из бизнесмена очень быстро превратитесь в банального продавца, в банального камевояжора. Поэтому если мы на эти параметры посмотрим через призму компании Алифлей, то мы увидим, что этот бизнес-партнер идеально, я бы даже сказал, в десятку попадает по всем абсолютно параметрам. Смотрите. Надежность мирового лидера рынка. Компания Алифлей почти 50 лет. Компания Алифлей работает в более чем 60 странах мира, и 60 стран мира протестировали эту продукцию и впустили на свой внутренний рынок. Комфортность продукта, качество Швеции сделано с умом. Я иногда говорю, что Алифлей – это аналог Икея. Это аналог Икея, но только в косметическом сегменте. Что такое Икея? Это лидер рынка в мебельном бизнесе. Что такое Вольфа? Это лидер рынка в автомобильном бизнесе по уровню качества безопасности. Что такое Алифлей? Это лидер рынка в косметическом сегменте по соотношению цена-качество его товара, его товарного предложения. И самое главное, друзья, что помимо продукта, который в десятку попадает, вы знаете, вот что касается продукта, я всегда говорю так. Я, как мальчик, в косметике не разбираюсь, потому что, ну, я им не пользуюсь просто. Напросто было бы смешно предполагать, что я пользуюсь помадой. Но я могу провести анализ этого товара по статистике. Вот в 96-м году Алифлейн пришел на этот рынок, занятый другими крупными игроками. Эван, Мари Кейл, Ариали, Ланком и Протернг. На сегодняшний день, более того, даже не на сегодняшний день, а в 2009-м году компания Алифлейн подвинула всех крупных игроков этого рынка и вышла на первое место по объему продаж среди всех косметических брендов России. Друзья мои, среди всех, и мелких, и крупных. Вот ответьте сами себе на вопрос, а возможно ли добиться такого результата и более того, не просто добиться, а удерживать с 2009-го по 2015-й эту планку бренда номер один на территории Украины, России, Казахстана и еще почти 20 стран мира, имея в основе своего бизнеса плохой продукт? Вот возможно это или нет? Ответьте себе на этот вопрос. У меня на этот вопрос ответ один. Это невозможно. Поэтому продукт, который лежит в основе бизнеса компании Алифлейн однозначно хороший. И это доказано временем, и это доказано странами. И самое главное, на сегодняшний день компания Алифлейн кардинально сменила условия сотрудничества, потому что появилась система доставки до конечного покупателя. Вот пока нет системы доставки, это был бизнес продавцов. Вы помните, что тогда, ну лет 5, 10, 15 назад было очень много людей, которые работали с каталогом. Этот способ работы существует до сих пор, и я знаю, что есть люди, которые им пользуются и очень хорошо на этом зарабатывают. Но вы знаете, я не считаю этот способ заработка основным. Потому что до тех пор, пока человек работает с каталогом, у него есть какие-то деньги. Если только он перестал это делать, денег у него нет. Поэтому я никогда не придавал ему значения, и значения придавать не буду, при всем моем уважении к этому способу заработка. Но смотрите, заметили ли вы, что по сравнению с концом 2000-х годов, вернее с началом 2000-х, на сегодняшний день люди с каталогами все куда-то исчезли? Вот обратите внимание на этот факт. Вот каталоги Эвен до сих пор есть везде, а каталоги Алифлейн как-то плавно исчезли. С чем это связано? А связано это с тем, что Алифлейн на 90 с лишним процентах перевел свой бизнес в интернет. И на сегодняшний день это уже не бизнес распространителей, каким он казался когда-то. На сегодняшний день это уже 100% бизнес покупателей. То есть смысл нашего бизнеса заключается в том, чтобы как можно большему количеству людей просто подарить, оформить вот эту дисконтную карточку. И научить человека самостоятельно делать покупки на сайте. Почему это стало возможно? А стало возможно это потому, что у компании появилась система доставки. Потому что она позволила нам не заниматься вопросом доставки продукта до конечного покупателя. И именно это позволяет с уверенностью сказать, что именно с этой компанией можно создать настоящий онлайн бизнес. Я не буду сейчас подробно останавливаться на тех преимуществах, которые компания предлагает новичкам при регистрации. Это подарки, это скидки, дополнительные 10% участникам профи клуба и так далее. Со всеми этими программами можно ознакомиться в общении с вашим спонсором. Я хотел бы еще раз обратить внимание на тот факт, что есть самая главная опция в этой индустрии. Есть отлаженная система доставки покупок каждому покупателю. А это означает, что ваши покупатели могут жить не только за стеной вашего дома, или в соседней с вами квартире, или работать в соседнем с вами кабинете. Покупатели могут жить в любой точке России, Казахстана, Украины и еще 30 с лишним стран, перечень которых можно найти в личном кабинете в разделе бизнес-сервисы. Вы можете приглашать в этот бизнес и покупателей, и бизнес-партнеров в любой стране, где Алифлейн присутствует на сегодняшний день с подобной системой сотрудничества. Поэтому я всегда говорю так, на сегодняшний день в этом бизнесе расстояния сжались, расстояния между людьми сжались до одного клика мышки, ну максимум двух. Есть кайф, есть соцсеть и так далее. Перейдем к следующему слайду, да, мы уже озвучивали эту тему, да, поэтому в этом бизнесе мы просто меняем чужой розничный магазин, а свой онлайн. Несмотря на то, что Алифлейн не предъявляет каких-либо требований, обращаю ваше внимание, в Алифлейн нет обязательности покупок. Вот эта мысль есть у многих людей в голове, я не знаю, откуда она взялась. Но большинство людей почему-то уверены, что здесь нужно покупать, закупать, выкупать на какую-то определенную сумму. Я не знаю, откуда взялся этот цифр, наверное, все-таки по аналогии с другими компаниями, потому что в большинстве других сетевых компаний это правило действительно присутствует. У нас этого правила нет, обязательности покупок нет, поэтому мы можем покупать когда хотим и сколько хотим. Но тут уже встает вопрос рентабельности. Покажите мне владельца заправки, который будет заправлять свой автомобиль на заправке своего конкурента. Покажите мне ту швею, которая будет шить одежду для себя у другой швеи. Покажите мне владельца продуктового магазина, который будет покупать продукты для своей семьи в своем магазине. Вот то же самое и здесь. Я уже 15 лет являюсь бизнес-партнером компании Алифлейн. И вот просто даже тупо посчитав всех, посчитав с калькулятором, я делаю вывод, что покупать в моем магазине мне выгоднее. Потому что помимо того, что я покупаю без торговой надбавки, которая заложена в стоимость каталога, 23%, мне компания по итогу месяца еще 22% возвращает в виде обратной скидки. Я уже не говорю сейчас об интернет-распродаже, где скидки могут достигать 90%. Вы все прекрасно знаете, что примерно раз в каталог появляются интернет-распродажи, которыми мы с удовольствием пользуемся. Единственный нюанс, что не всем хватает. Но то, чтобы поменять чужой розничный магазин на свой онлайн-магазин, в этом есть очевидная выгода, то с этим, я думаю, скорик не будет никто. А смысл нашего бизнеса на самом деле прост. Подарить как можно большему количеству людей нашу дисконтную карточку «Арифлейн Косметис». Я не знаю, сейчас видно или нет, давайте попробуем добавить в чат. Вот так вот хорошо видно. Я обычно, когда провожу встречу с потенциальным кандидатом, я ему показываю карточку «IKEA Family». Почему? Потому что жители практически всех достаточно крупных мегаполисов знакомы с этим брендом, который известен лояльностью к покупателю. В магазинах «IKEA» можно все, и вам за это ничего не будет. Я показываю человеку карточку и спрашиваю, скажи, пожалуйста, дорогой, тебе знакомо вот такой бренд, как «IKEA»? И подавляющее большинство людей говорят «Да, знакомо». Я говорю, значит, программа «IKEA Family» тоже знакома. Что это такое, что такое вот эта карточка, объяснять не нужно. Человек говорит, да, это дисконтная карта компании «IKEA», которая дает скидку при покупке. А дальше я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, вот если я подарю тебе вот такую карточку, значит ли это, что я автоматически стал продавцом мебели? И человек говорит «Нет, почему?» Ты просто подарил мне дисконт, подарил мне скидку, сделал мне выгоду, да? Я говорю «Отлично». Вот по такой же схеме я сотрудничаю с другим шведским брендом «Арифлейм Косметик». Я точно так же дарю тебе дисконтные карточки без обязательности покупки. Значит ли это, что я превратился в продавца косметики? И человек говорит «Нет». Я говорю «Вот именно на этом основам смысл нашего бизнеса». Подарить как можно большему количеству людей дисконтную карточку, показать, как ее пользоваться, как покупать, как делать выгодные покупки на сайте компании-производителя и создать свою сеть в тысячу покупателей. А компания платит процент с каждой покупки каждого покупателя, который появился у компании благодаря вам. Тысяча человек купили каждый для себя, создали большой товарооборот. Но возникает вопрос, самый главный вопрос. А где взять эту тысячу человек? Вот этот вопрос поначалу возник и у меня. И у меня возникла такая мысль, что у меня точно не получится, потому что у меня приглашать вообще некого. Я на тот момент занимался бизнес-напоциклами, прежде чем перейти сюда, да? И у меня знакомые были байкеры, а байкеры по всему убеждению, это, скажем так, настоящий байкер должен быть мануч, манючий волосат. Поэтому я посмотрел, так как вернулся вокруг, представил своих знакомых и сказал, кого мне приглашать? У меня внутри коллеги, их среди детей не моются, понимаете? И в ответ на это мне сказали, что, ты знаешь, вот в каждой профессии, и в этой в том числе, есть свои технологии. Просто нужно с ними, нужно их знать. Нужно просто потратить время на то, чтобы изучить. И когда я сегодня приглашаю человека в этот бизнес, я ему ставлю задачу. Скажи, пожалуйста, у тебя есть двое знакомых, которые моют голову хотя бы раз в день. Все, он говорит, да, есть. Я говорю, окей, организуй мне с ними встречу. Может быть, это будет кафе. Может быть, это будет у тебя дома. Может быть, вы подъедете ко мне домой. Может быть, мы с вами встретимся онлайн в скайпе, когда ты общаешься с человеком по скайпу и добавляешь меня третьим собеседникам в диалог. В любом случае, твоя задача – организовать встречу. Мы изначально с человеком на берегу договариваемся, что первые встречи с его потенциальными кандидатами, может быть, это будут кандидаты в бизнес-партнеры, а может быть, кандидаты в покупатели, проводить буду я. На это есть несколько причин. Во-первых, я больше знаю. Во-вторых, у меня уже есть результат. В-третьих, у меня есть ответы на все вопросы. А в-четвертых, и это очень важно, ваши знакомые составляют мнение о человеке, которого они не знали до сегодняшнего дня, с чистого листа. И мое мнение о том бизнесе, которым я занимаюсь уже почти 15 лет, будет гораздо авторитетнее, чем ваше мнение как человека, который только-только заключил свой договор с компанией в качестве бизнес-партнера. Это нормально, что мы являемся для наших знакомых авторитетами в той профессии, которую мы изучаем давно, и не являемся авторитетами в той профессии, которую только начали изучать. Ребят, ну это абсолютно нормально. Поэтому мы договариваемся, что первые встречи с вашими людьми провожу я. Я рассказываю человеку, в чем смысл этого бизнеса, что здесь нужно делать, кто будет помогать и проводить первые встречи на начальном этапе, откуда здесь деньги берутся и что будет в результате проделанной работы. А человек принимает решение. Кто-то говорит, да, мне интересна бизнес-модель, кто-то говорит, я буду просто пользоваться. Но если человек говорит, да, мне о рекламе интересен именно с точки зрения бизнес-партнерства, то ему ставлю ту же самую задачу. Найти в своем окружении двух знакомых, которые или мою голову хотя бы рассветили, или которым деньги нужны. И давай познакомим их с нашим бизнес-предложением. Вот по такому принципу формируется организация. Два человека в первом поколении, четыре, во втором восемь, третьем, шестнадцать, четвертом. И общая численность нашей с вами команды в этом случае составит 30 человек. Друзья мои, я сразу хочу обратить ваше внимание на тот факт, что это всего лишь теория. И в жизни так не будет никогда. Возможно, в первом поколении у вас будет не два, а три, а во втором поколении не шесть, а десять. Не четыре, а десять. Этого никто не знает. Но, как говорится, лучше иметь какой-то план и корректировать свои действия по ходу действий, чем не иметь вообще никакого. Давайте усложним задачу, о которой я уже сказал. Давайте приглашать не двух, а трех. Три человека. Сильно усложнили задачу? Да, в общем-то, нет. Каждому из наших новичков мы ставим ту же самую задачу. Пригласить не двух, а трех. Пригласить не двух, а трех. Пригласить не двух, а трех. Что мы получаем в результате? В результате мы получаем три. В первом уровне 9, во втором 27, в третьем, в восемьдесят один, в четвертом. Общая численность наших с вами, обычных розничных покупателей, составила уже 120 человек. Давайте сравним с предыдущим слайдом. Было 30, стало 120. Смотрите, мы увеличили количество приглашаемых всего на одного человека. Мы лишь незначительно усложнили задачу для каждого из наших бизнес-партнеров, а общий результат нашей деятельности увеличился в четыре раза. Вот это тот рычаг, с помощью которого создаются большие организации. Вот это та методика, которая позволяет, пригласив всего пятерых человек, создать команду 780, потому что по большому счету это больше и не нужно. Помните нашу сверхзадачу? Пригласить тысячу человек. Так вот, оказывается, пригласить тысячу человек можно, пригласив всего пятерых. И если каждый из них купит всего лишь на тысячу и всего лишь для себя, друзья мои, речь не идет о продаже, речь идет о том, что каждый из них купит только для себя и только на тысячу. Почему на тысячу? Эта цифра была взята из статистики. Среднестатистический житель Российской Федерации тратит на приобретение косметических средств одну тысячу, чуть больше, чуть меньше тысячи рублей в месяц. Это если мы говорим только про него. А если мы посчитаем, сколько нужно его супругу, супруге, детям, маме, брату, кулу, свату, то получается уже не тысяча. И получается уже товарооборот не 780 тысяч, как вы сейчас видите на экранах, а существенно больше. Но даже если объем продаж компании увеличится на 780 тысяч рублей, то в этом случае она согласна выплатить нам, как бизнес-партнерам, в 171 тысячу обратно. Ребят, скажите, пожалуйста, а вот сколько потенциально можно зарабатывать в этом бизнесе? А если у нас в организации будет не тысяча, а две тысячи человек? А если не две тысячи, а три тысячи человек? Я вам скажу мою статистику. На сегодняшний день у меня в организации, у меня всего лишь 6 бизнес-партнеров, активно работающих 6 бизнес-партнеров, но на сегодняшний день суммарное количество организаций превышает 60 тысяч человек. Друзья мои, всего 6 бизнес-партнеров дали суммарную организацию свыше 60 тысяч человек. Вы представляете силу этого бизнеса, если каждый из них купит хотя бы для себя? Вот именно этот бизнес можно сделать устойчивым, который не будет зависеть от вас. Потому что если вы создали вашу команду в тысячу человек, и в какой-то момент времени, может быть, по состоянию здоровья, а может быть, вы давно об этом мечтали, решили уехать на месяц-два в Таиланд, скажите, пожалуйста, ну не обязательно в Таиланд, можно в любую другую страну мира. У меня просто ближайшая поездка запланирована туда, в Азию, Таиланд, Малайзия, Индонезия, на следующую зиму, поэтому я так говорю. У каждого из вас есть какая-то своя страна, в которой вы мечтаете побывать. Вот вспомните сейчас об этой стране и представьте, что вы уехали туда, ну, месяца на три. В большинстве случаев законодательство большинства стран позволяет находиться иностранцу на своей территории как раз в среднем 3 месяца. Вот вы уехали на три месяца, скажите, пожалуйста, как ваше отсутствие скажется на покупках людей, которых вы пригласили в этот бизнес, которым вы оформили дисконтную карту и показали, как ей пользоваться? Да никак. Ребята, никак, вообще никак, понимаете? Люди даже знать не будут, что вы уехали. Или вы думаете, что все ваши люди скажут, ой, она уехала, больше не будем мыться, пока не вернется. Три месяца будет уходить грязным. Друзья мои, никогда не будет такого. Поэтому в этом бизнесе можно реализовать для себя такое понятие, как остаточный или резидуальный доход. Что такое остаточный или резидуальный доход? Это такой доход, который продолжает к вам поступать в течение многих лет, после того, как вы прекратили активную деятельность. Повторю еще раз. Остаточный или резидуальный доход, это такой доход, который вы продолжаете получать в течение многих лет и десятилетий, после того, как работа была проделана один раз. Да, она была проделана качественно. Я всегда говорю так, что любую работу нужно делать так, чтобы не приходилось потом ее переделывать. Поэтому этот бизнес, так же, как и любой другой, нужно поставить на ноги. Нужно создать команду минимум в тысячу человек. И я хочу сказать, что вот по моим наблюдениям, меньше смысла нет. Есть такой чудесный анекдот, я иногда его рассказываю на встрече, когда встречаются два еврея. Например, там Изя и Мойша. Мойша говорит, Изя, я смысл, что ты купил себе квартиру? Мойша говорит, так и да, купил. А какую купил? Ну как какую? Однокомнатную. О, Изя, а почему однокомнатную? Ну как тебе сказать? Ты знаешь, меньше смысла не было. Вот то же самое в этом бизнесе, друзья мои. Нет смысла приходить в этот бизнес, чтобы создать команду в пять человек. Сюда нужно приходить с минимально допустимой целью тысяча человек. Группа постоянных покупателей в тысячу человек. И вы должны отдавать себе отчет в том, что эта задача не решается в лоб за 10-15 минут или за неделю, две или месяц. Понимаете? Эта задача решается в течение достаточно длительного промежутка времени. Но это та работа, которую имеет смысл делать. Потому что если вы ее проделали, то вы обеспечили себе вот именно этот резидуальный доход. Вы обеспечили себе доход, который будет продолжать поступать к вам в течение многих лет после того, как вы проделали эту работу один раз. Где же брать знакомых? Я уже сказал, что на сегодняшний день все наши знакомые, во всяком случае по статистике 65-68% граждан России, находятся в одном клике мышки от нас. Это можно сделать как в скайпе, как в любом другом мессенджере, как с помощью смс, так и с помощью различных соцсетей и сообществ, которых на сегодняшний день на территории только Российской Федерации, то есть русскоязычного интернета, насчитывается более 200. Далее. На сегодняшний день, вот вы видите на экране статистику, что в середине прошлого года работы искали 32 миллиона человек. Я делал запрос в феврале 2015-го, работу ищут уже 42 миллиона человек из 146 населения. Если мы сделаем этот запрос сегодня, я не удивлюсь, если будет уже почти 50 миллионов человек, потому что по данным Минтруда количество ищущих работу увеличивается каждый день на 20 тысяч человек. Ребята, каждый день количество ищущих работу или дополнительный заработок увеличивается на 20 тысяч человек. А нам для финансовой стабильности нужно хотя бы тысячу создать. Поэтому, когда мне говорят, ой, уже все в Арифлейме, я говорю, ребят, ну это чушь полная. Ну вот есть статистика? И люди говорят, нет. Я говорю, а у меня она есть. На сегодняшний день из 146 миллионов населения Российской Федерации официального, официальными клиентами компании Арифлейм, постоянными покупателями компании Арифлейм, является всего лишь 740 тысяч, 720 или 740. То есть, на сегодняшний день компания Арифлейм охватила своей деятельностью всего лишь полпроцента населения. Полпроцента. И оставшиеся 145 миллионов 250 тысяч человек, это ваша потенциальная база покупателя. Скажите, пожалуйста, из 145 миллионов человек вы свою тысячу можете найти? Понятно, что на это уйдет ни неделя, ни месяц. Но я вам хочу сказать, что, как в известной поговорке, да, тот, кто ищет алмазы, весьма редко их находит, но тот, кто не ищет, не находит никогда. Тот, кто ищет бизнес-партнеров, он не сразу их находит, но тот, кто не ищет, не находит никогда. Тот, кто ищет покупателей, он не сразу их находит. Не все люди, задрав штаны, побегут за комсомолом. Но если эту работу делать, рано или поздно база сформируется. И я уже в течение многих лет наблюдаю, что в одной и той же ситуации два человека, вот смотрите, два человека, находящихся в одной и той же ситуации. Один говорит, это возможно, идет, делает и получает результат. Другой говорит, ой, это нереально, ничего не делает и результата не получает. Далее. Что касается обучения. Ну, есть обучение от компании, это всевозможные тренинги по продукции, по косметике. Я сразу честно скажу, я в косметике не разбираюсь, поэтому лучше пользоваться обучением от компании. Есть спонсорская поддержка и обучение на начальном этапе. И самое лучшее обучение, это как раз проведение вот этих совместных встреч, понимаете. Не теоретические знания, а именно практика. И я всегда вспоминаю анекдот, когда человек приехал в Нью-Йорк на выступление какого-то известного музыканта, по-моему, Луча на повороте, да. А он в свое время выступал в Карнеги-холле. И решил по дороге от отеля до Карнеги-хол прогуляться по городу, потому что до концерта было еще три часа. И вот он гулял, гулял и заблудился. И думает, а где же у кого же спросить? Думает, и вдруг видит, сидит скрипач, играет на скрипке. И он решил, что вот музыкант точно должен знать, где находится Карнеги-хол. Он к нему подходит и спрашивает, билейший, скажите, пожалуйста, а как мне попасть в Карнеги-хол? Музыкант посмотрел на него снизу вверх, поправил шляпу, в которую кидают ему монетки, и говорит, практика, мой друг, практика, и еще раз практика. Вот примерно так же в этом бизнесе. Я всегда сравниваю наш бизнес с занятием спортом или фитнесом. Только тренировки три раза в день минимум дадут вам результат через полгода. И никто другой не может, как бы точнее сказать, я не могу за вас ходить полгода в спортзал, а потом подарить вам свои мышцы. Вы знаете, я не могу в течение полугода читать за вас бизнес-литературу по этому бизнесу, а потом подарить вам все свои знания, это можете сделать только вы. Но, слава богу, есть спонсорская поддержка, есть люди, которые этот путь прошли, есть люди, которые знают, какие книги стоит прочитать в первую очередь, и знают, как проводить встречи на начальном этапе. И благодаря этому вы в этом бизнесе на начальном этапе не одни. У вас всегда есть человек, к которому можно обратиться за советом и поддержкой. Ну и есть командное обучение от нашего проекта «Менеджеры онлайн». Мы работаем на территории всей Российской Федерации. У нас есть ветки в Казахстане, в Украине, сейчас вот в Литве появляются потихонечку, в Грузии. Поэтому всегда можно обратиться за поддержкой и спросить, как быть в той или иной ситуации в режиме онлайн 24 часа в суток. У нас есть командные чаты групповые, командные чаты каждой отдельной команды, где эти вопросы освещаются достаточно подробно. Далее. Давайте вернемся и прорезюмируем нашу с вами встречу. В чем смысл бизнеса? Для меня смысл бизнеса – это решить постоянную проблему, время, деньги. Для меня смысл бизнеса – это стать финансово независимым. Я считаю, что это единственный смысл любого бизнеса. Что нужно делать? Друзья мои, приглашать людей, дарить людям дисконтные карты, оформлять людям скидки. Откуда здесь деньги берутся? Компания Reflame согласна выплачивать треть выручки тем людям, которые помогают ей решить ключевую проблему любого бизнеса – сбыт, создание клиентской базы. И в нашем партнерстве с компанией Reflame компания берет на себя то, что она делает хорошо. Разработка продукции, тестирование, производство, упаковка, доставка, хранение, складирование, логистика, доставка до конечного покупателя, оплата этого заказа. Все эти проблемы компания берет на себе, а мы в этом партнерстве решаем только одну, но ключевую задачу – формирование клиентской базы. И за решение этой задачи компания Reflame согласна отдавать треть выручки. Треть своей выручки. Ребята, 30 с лишним процентов, по-моему, 35. Компания готова выплачивать в качестве вознаграждения тем людям, которые помогают ей обеспечить сбыт. Я вспоминаю сейчас свой опыт торговли в 90-х годах, когда спрос был бешеная, конкуренция небольшая, и выручка в 10-20% была очень хорошей. Так вот, на сегодняшний день в торговле выручки 20% нет. А Reflame именно такую процентную ставку предлагает вам, при условии, что вы не вкладываете деньги ни в товар, ни в аренду, ни в торговое оборудование. Поэтому я считаю, что это очень хороший момент. Более того, мы все с вами являемся индивидуальными предпринимателями и платим 6% с доходов, в отличие от наемных работников, которые недополучают почти 60% со своей зарплаты. Что же мы получаем в результате проделанной работы? Сейчас на ваших экранах система дохода, которая подсчитывается нарастающим итогом. То есть, учитываются все покупки всех покупателей, которых вы пригласили с самого первого дня. И за все покупки вы получаете каждый месяц. Небольшие доходы в виде 100, 500 тысяч или 3-5 тысяч рублей я рекомендую рассматривать как стипендию. Это небольшие выплаты вам в течение первых месяцев, работая в качестве стипендии. Доходы от 5 до 10, 15 и 25 тысяч я рекомендую рассматривать как повышенную стипендию. В этой ситуации компания начинает доплачивать еще и премиально за успешный рост от 1,5 до 9 тысяч. И только на уровне 22%, когда вы получаете квалификацию старшего менеджера, можно говорить о том, что вы состоялись как настоящий предприниматель, бизнес-партнер компании. Только с этого момента начинается квалификация на первую ступеньку карьерной лестницы. Это квалификация директора, на которой вы получаете премию с 1000 долларов по текущему курсу и бесплатный автомобиль от компании. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Этот вопрос задайте тому человеку, который вас сюда пригласил, он вам подробно расскажет. Но только с этой ступеньки, с дохода 35-50 тысяч в месяц, начинается на самом деле карьерная лестница. Следующая ступенька, когда у вас появляется бизнес-партнер, ваш доход вырастает до 70, далее до 100 и так далее. Я не буду сейчас подробно останавливаться на доходах. Я хочу сказать, что верхняя планка это миллион долларов премиальной выплаты и есть люди, которые ее получили. Понятно, что это серьезный труд и это не один год работы, но я вам хочу сказать, покажите мне любую работу, которая даст те перспективы, которые вы видите на экране. Не теоретически, не теоретически, а именно на практике. Я знаю много людей, которые эту карьерную лестницу уже прошли, а значит это реально и для вас. Буквально вчера, по-моему, или позавчера, по-моему, вчера с одним из моих бизнес-партнеров мы подсчитывали, сколько же получается у человека, который потратил 5 лет на получение высшего образования, а потом еще 5 лет отработал на обычной работе с хорошей такой средней зарплатой 30-35 тысяч. Я вам хочу сказать, что эта зарплата это выше средняя в среднем, чем средняя в России. У нас получилось, что среднемесячный доход человека составил 12 тысяч рублей в месяц с учетом затраты 5 или, если я не ошибаюсь, 7 лет на предварительное обучение этой практики. Мы не вычли деньги, которые мы потратили на это обучение. Если мы начнем вычитать еще эти деньги, которые мы заплатили, за обучение получится, ну, может быть, тысяч 10-11. А что такое? Ну, пусть даже 12 тысяч в месяц. Это примерно 4 тысячи в неделю. Что такое 4 тысячи в неделю? Это, ой, подождите. Ну да, 4 тысячи в неделю получается. А 4 тысячи в неделю это меньше тысячи рублей в день, а это значит примерно где-то рублей 70-80 в час. То есть час рабочего времени стоит меньше 100 рублей. Друзья мои, час рабочего времени обычного работника по найму стоит меньше 100 рублей. В лучшем случае чуть-чуть больше 100 рублей. У американцев есть очень хорошая привычка, они считают доходы не по итогу месяца, а по итогу года. В этом бизнесе у вас не будет быстрых доходов. Давайте посмотрим предыдущий слайд. Первые доходы маленькие, 100-500-30000, небольшие, но если вы посчитаете ваши доходы за год, сколько вы всего денег заработали за год, и эту сумму поделите на 12 месяцев, посмотрите на этот слайд. Средник от того, что доход человека 32 тысячи на уровне менеджера, казалось бы немного. Но мы не забываем, что каталожный период у нас всего 3 недели. Если разделить 30 тысяч на 3, а потом умножить на 4, то среднемесячный доход мы получим уже 40 тысяч. А если мы посчитаем все премиальные выплаты, которые мы получили параллельно нашей основной деятельности от компании в виде подарков, премий и бонусов, то получается, что общая сумма выплат за год составила 677 тысяч. И на квалификации обычного директора доход равен почти 60 тысяч в месяц. А что такое 60 тысяч в месяц? Даже если брать каждый месяц, это более 2 тысяч в день. А если учесть, что мы работаем не каждый день, то это 3 тысячи в день. То есть это в 3-4 раза выше, чем на любой наемной работе. Хотя поначалу кажется, что денег здесь нет. Далее. Я уже говорил о том, что мы работаем официально через ЭП по той простой причине, что это является самой оптимальной системой налогообложения. Предприниматели на сегодняшний день платят самую маленькую налоговую ставку. Мы платим всего 6% с наших доходов. Но это все абсолютно легально, законно и прозрачно для всех бизнес-партнеров компании Арифлей. Карьера Арифлей. Вы можете скачать этот слайд себе из интернета, либо на наших обучающих ресурсах. Карьерная лестница. Я уже говорил. То есть те слайды, которые вы видели, они не доходят даже до середины этой карьерной лестницы. Что же мы получаем в результате нашего бизнеса? В результате того, что мы серьезно подходим к этому бизнесу, как к новой для нас профессии. Мы получаем бизнес, который можно передавать по наследству. Мы получаем возможность получать именно осадочный, именно пассивный, резидуальный доход. Я не говорю сейчас об автомобиле за счет компании, о программе «Мой дом» с компанией Арифлей, где мы можем получить бесплатно квартиру от компании. Об этом, пожалуйста, спросите у тех людей, которые вас сюда пригласили. Я хочу сказать, что основное преимущество нашего с вами бизнеса – это возможность времени. Потому что счастье не в деньгах. И даже не в их количестве, как многие говорят. Да, все знают эту известную поговорку. Счастье у любого человека в большом количестве свободного времени для себя и своей семьи при сохранении дохода, который позволяет вести комфортный уровень жизни. Вот именно так можно определить смысл большинства видов бизнеса. Что же получил я в результате сотрудничества? Я объездил более 30 стран с компанией Арифлей. Если бы когда меня приглашали в этот бизнес, мне сказали, что я побываю во всех этих странах, которые вы можете прочитать на экране, я бы честно сказать не поверил. Потому что мое мнение о компании Арифлей было точно такое же, как у большинства. Это несерьезно. А я не более моих фейфов, чтобы этим заниматься, даже не предлагаю. Неудивительно, что большинство людей не могут разглядеть за баночками с кремом и помадой серьезного бизнеса. Но те предприниматели, которые работали в торговле, в продуктовом бизнесе, они знают, что самая высокая доходность именно на соли и спичках. Поэтому постарайтесь посерьезнее приглядеться к этому бизнесу. Постарайтесь сесть и разобраться. И перед вами откроются грандиозные возможности, как когда-то они открылись передо мной. На сегодняшний день самый главный плюс этого бизнеса заключается в том, что я могу жить жизнью свободного человека. Я могу выехать и прокатиться по Европе. Я могу сесть на мотоцикл и прокатиться по России, Индии, Таиланду, не глядя на часы, не глядя в календарь, к какому же дню мне нужно вернуться на работу. Я побывал практически на всех морях этого земного шара. Я могу позволить себе купить дом на колесах и на два месяца выехать на море. И два месяца засыпать под шум прибоя и просыпаться под шум волны греки чаек. Ребята, ощущение от этого образа жизни сложно передать словами. Это нужно попробовать. И самое важное, что можно полностью отключиться от мысли, что нужно идти куда-то на работу. Вся моя работа, если вы посмотрите на левый верхний слайд, вот там возле дома на колесах стоит небольшая солнечная батарейка, от которой питается мой ноутбук. А в мой ноутбук включен 3G модель, через которое мы с вами общаемся и в данный момент времени. И это все, что мне нужно для того, чтобы продолжать вести мой бизнес и продолжать развивать мой бизнес, не будучи привязанным ни к какому месту на этом земном шаре. Еще недавно мы были в Болгарии, две недели назад мы были в Турции, неделю назад мы жили в Грузии, сейчас мы живем в России. В какое-то время мы поживем в Краснодарском крае, потом поедем в Сибирь. Возможно, в следующую зиму мы будем зимовать где-нибудь в Азии. Этот бизнес позволяет стать по-настоящему свободным человеком. И вот, наверное, это самое важное. В свое время, по-моему, Гоголь сказал, озвучил такую мысль, что человека делают счастливым три вещи. Любимая работа, а любимая работа – это та, которая получается. И получаться она будет, когда вы ее изучите и станете вне профессионала. Любимая работа, любимая семья и возможность путешествовать. И благодаря компании Reflame я реализовал для себя все три пункта. У меня есть любимая работа, которая просто получает кайф. Ребята, вы не представляете, какой это кайф – делать людей финансово-недовесимыми. У меня есть семья, и у меня есть возможность путешествовать, не будучи привязанным к какому-либо месту в этом мире. Поэтому, друзья мои, я не претендую на то, что вы измените свою жизнь буквально за один-два дня. Нельзя за одну ночь или за один день изменить свою жизнь, но за одну ночь или за одну встречу можно изменить образ мышления. А образ мышления способен навсегда изменить уровень жизни и стиль жизни. Вы знаете, даже мысль о норковой шубе начинается с мысли. И если девушка или женщина заложила себе в голову эту мысль, то каким-то чудесным образом через достаточно небольшой промежуток времени у нее эта норковая шуба появляется. Если человек задумался о том, что он не хочет ездить на общественном транспорте, а хочет иметь свой автомобиль и быть непривязанным к общественному транспорту, вот только заложив в голову эту мысль, он обнаруживает, что через год-два у него уже есть водительское удостоверение и автомобиль, пусть даже он пока не новый. Ребята, все начинается с мысли. Если вы сегодня заложите себе в голову мысль, я хочу быть финансово независимым, а я хочу жить не так, как я живу сейчас, задумайтесь о том, что то, что мы имеем сегодня, это результат той деятельности, которую мы сделали вчера. Это результат той работы, которую мы провели вчера. И если мы хотим жить завтра так же, как живем сегодня, нужно просто продолжать делать то, что мы делали. Но если наш сегодняшний уровень жизни нас не устраивает, то уже сегодня надо делать не то, что мы делали вчера. Надо кардинально поменять стратегию жизни. Если мы на сегодняшний день недовольны нашими жизненными результатами, то проблема не в правительстве, не в строе, не в образовании, не в родителях, не в профессии. Проблема только в том, что мы с вами выбрали неправильную стратегию нашей жизни. Неправильную стратегию. Посмотрите, большинство людей выбирают себе в качестве жизненной стратегии программу 40-40-40. Расшифрую, что такое программа 40-40-40. 40-40-40 это 40 лет стажа по 40 часов в неделю в результате базовой пенсии в 40 евро плюс надбанки. Ребята, вот эта жизненная программа, эта программа, стратегия, жизненная стратегия подавляющего большинства людей. Если вы хотите уже сегодня знать, к чему вы придете, найдите любого пенсионера, который живет на государственную пенсию, и вы увидите вашу жизнь в будущем. Если вы хотите так жить, продолжайте делать то, что вы делаете. Но если вы не хотите так жить, найдите того человека, который живет так, как вы хотите жить, и посмотрите, что он делает. Посмотрите, какая у него жизненная стратегия, и возьмите ее себе на вооружение. Если вам понравилась наша сегодняшняя встреча, если вы считаете, что вы можете взять еще больше пользы из нашего с вами сотрудничества, свяжитесь с человеком, который пригласил вас на эту встречу, и задайте ему самые каверзные вопросы. Завалите его вопросами, как этот бизнес делать правильно, как его не делать, и как его ни в коем случае нельзя делать. И помните, что дорога в тысячу миль начинается с первого шага, но только вы можете сделать этот шаг, и никто кроме вас. Только вы, тот человек, которым можете помочь себе. И на вашем пути будут взлеты и падения, у вас будет не получаться, у вас будут моменты, когда хочется опустить все руки, так махнуть рукой и сказать, да пропади, оно все пропадом. Но я не знаю ни одного человека, который добился результата, махнув рукой на свою профессию. И в то же время, я знаю людей, которые закрывают квалификацию директора за месяц, за три, за полгода, за год, и за три года, и за пять лет. Любой человек, который не бросил, рано или поздно закроет директорскую квалификацию любого уровня в этом бизнесе. Поэтому я желаю вам успехов в вашем бизнесе, и прощаюсь с вами до нашего следующего тренинга, работа с возражениями, который состоится после небольшого рекламного ролика о бизнес-конференциях, которые компания проводит для своих бизнес-партнеров на самых лучших курортах мира. Об этом... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!